независимо сколько у тебя стаков да ну ладно посмотрим вот смотри по разверт вот представьте пацаны рыбы были не не два синих класса просто два коричневого про товара и вы бы говорили там развертку рекаунта бросали про товаровского вот у меня там блок счетов 3500 а у меня там 3650 более оживленная беседа такая от 37 до 50 к от лавы один раз не успел обновить почему про товара нет друзей знаешь вот по новой ротации кстати огненный шок достаточно много урона наносит типа 8 процентов мак тихо разрешите подъебу про товара потому что про товар не танчет не утром я пыль сделайте про товары или могу быть один полина делай про товара портоваре хочется судя по комментариям всех тех элемов которые тут стояли билет я по ходу 1 до этого 2 лава вот лава знак лидана тоже надо я знаю так надо единственное проверить с долгоногом и больше будет дпс или медь сейчас серьезно знаки или дары не надо альбом башки заказ спорта можно родиться потому что сих пор все равно не вам ничего не дадут их применение нет просто покопить опа там же когда стать они на боссе накидываются там типа 200 процентов повышенный урон от шипа дойдет последующие еще два шока увеличенным урона все они все начинают до с пяти стаков в этом смысл я что-то думал дизурон что-то такое мне подсказывал просто я его ну там дегидона его спрашивал как он вообще представляет что мы в соло таргет будем дамажить и он там такое что говорил что не обязательно один шок кидать и вот получается у тебя 18 вышло а так до этого также 16 года м все пускай землетрясение получается наверно после этих трех разрядов появляется землетрясение а когда я знаю что это значит для интересного будет вот в соло таргет хочу не выдавать ну не так что будет много я на самом деле думаю что не сильно так я сейчас подойду а лишь сталкер без доступа и так понял да шо пулять ну подожди дай ману адреген баф нету первый трайс самый удачный там какой пулять я даже не знаю что здесь делать мы тоже не знаем все больше никто не знаю что делать давайте метки расставим вокруг где стоит как на джайне больше не метки кто ничего не знает что будет рыбу поставил бафа давайте хилов там хилы спрашивают им обратно хила или дд оставаться адмирал хиле прочь 5 пати плюс адмирал хилы все остальные дд луцинья кават и войттан больше проживем сопроты пьем да пока что не пейте пока что без сопротов это первый ниванс дальше третья группа слева четвертая справа держитесь на расстоянии милику под боссом этот хилы блять рассредоточьтесь тоже то есть нямка налево полина направо денчик середина мосса слева шторы справа адмирал слева настя справа то есть рассредоточьтесь сейчас глянем что будет и там дальше уже буду что-то корректировать и думать так сейчас так залететь или так стрим посмотреть у нас не забор давай залетай давай я лимон зайду там все равно когда тебе больше шп в своем позорном 8000 серьезно так да ты в dc настя блять причем тут ну ты сказал блять пятая пати плюс адмирал я вообще блять первая пати ну плюс тебя забыл назвать блять че ты я же сказал ты там слева в адмирал справа типа хилите короче основная обязанность вот смотришь касты босса этот кир смотришь дебафы а так а вот я все скидывал идите да да есть скриншота пожалуйста где локи шкаф поставь шкаф кирс кого танчит босса все остальные танки если где-то появляется трэш или что-то еще подхватывает локи брюли и забыл вставить да забейт пока что сейчас посмотрим дальше все киры здесь рыбова кир ставишь ну че с богом с протемаром страшненько киньте там лапку инту локи по себе эсэс держись на рэндж и если что потом поднимешь шаман и крест не тратим все по нам за нами за нами москва приставь киньте авто атакой бот чуродинские стрелы кого-то окей че то я вообще так может гера херануть да гера стрелы света ну я вижу как бы они ооо опа врата бездны активация где какие врата вон они будут полетел шедо болт вот они вот они луч оттуда я вот вижу все с ротами че пока ничего в два пафля пока не они однако на ату нажимаем порой диспорш облажен на то первая на земля на тело руб я контролю можно то есть их наверно надо перекрывать по ленте баре но вот не оттуда перекрывает внутри я взял смотри взял смотри звездное пламя этот трэш-то убил господи кольцо господи одишники одишники мне нужны одишники наносит 12000 урона от магии света всем противникам также дезориентируют тех кто смотрели на него в момент произношения этого заклинания в течение 60 вот сила бездны тоже постыте прикольная тема так сейчас в органе что-нибудь интересное так а танков это нам четвертый бонус к чему-то очень-очень плохого смерти подождите чем получаем урочи людийского обстрела на 20 процентов то есть грубо говоря блять почему 1 вообще урона не принес вторая шутка 2 неизвестно вам нужно менять наверно как на морозе давай попробуем перетаунчивать во время как-то да окей сейчас попробуем дальше вот какой баф повесился когда получит перекрыл блять я свой баф не смотрела на кого типа смотрел когда она нужна с него до попали стало кстати говоря я один такой спор 5 минут эти скажу все с полы босса то есть получается кто перекрывает этот портал может бить адов так я только взял 1 да смотрите врата бездны вы поглощаете энергию без наносимый вами урон повышается на один процент но при этом вы получаете тысячи урона темной магии раз в одну секунду поглощение большего количества этой темной энергии неминуемо приведет к очень очень плохому надо быстро слетят либо надо меняться на этом лучше как знаешь как на этом на гневе так смотри на мне надо добавь весел когда луча на мне не было много только взял луч я сразу же умер моментально был без луча как в огненных просторах там босс был перед мостом стоял там похоже ну луч может идти и в босса вот чем еще вопрос ну он урон увеличивает это вообще охуенно луч идет в босса луч надо перекрывать в любом случае а может наоборот не надо не урон там увеличивается от луча поэтому в любом случае должен перекрывать шп-прист shadow форм ну то есть типа должны перекрывать дамагеры и рддшники и тут лучше это будет делать всего это шпп-прист просто мах наверно тоже сова блять то есть если будут перекрывать то они просто меньше урона летит грубо говоря вот милика лучше не трогать трэш появляется дебафы вешать какие 3 4 5 6 7 дебафы я видел два дебафа висела но я не успел посмотреть потому что на шопнуло по позиционке по позиционке крепление и больше ничего там не указано а второе дебаф нанесение 8000 урона раз в 2 секунды то есть в принципе в принципе два основных нюанса надо будет отворачиваться при определенной херни от босса когда вот это кольцо блять свет или как его называется дальше выиграл в катаклизме босс перед мостом стоит кристаллы ловить дебаф это очень похоже вот смотрите сейчас что делаем я с кого там танчу босса по очереди друг друга забираем дальше с луциньем там трэшак на себя словите заодно посмотришь насчет трэшака какие косты у трэшака дебафы и тому подобное этот и просто просто перекрываешь вот этот луч перекрываешь этот луч и дамажишь босса и смотришь сколько какие стаки на тебя накапливается и тому подобное этот весь остальной рейд весь остальной рейд может стоять в одном месте сейчас попробую в одном месте То есть стоите группой в одном месте. Так. Ресните, я сейчас релогнусь и скажу все с полы. Будете стоять все в одном месте, килиться, грубо говоря, и дамажить босса. Как идёт на кочер каст? Как он называется правильно, там это Света, блядь? Кольцо Светящего Света. Кольцо Светящего Света. Что там? Слепящего Света. Слепящего Света. Это значит, надо отвернуться, блядь, от босса просто. Как на джайне от катализаторов, то же самое. Да. Единственное, что там урон всё равно нанесётся, только дезориентации не будет. Ну, блядь, урон прохиливаться должен, по сути, а то, что дезориентации не будет, это уже хорошо. В любом случае, я не буду стоять весь бой, блядь, как это было сейчас, и нихуя не хилить. В любом случае, им что-то надо хилить, как бы. Этот. Всё, короче, даём бафы. И поехали. Сейчас, короче, вот метка. Жёлтая. Все стоят отсюда, дамажат босса РДД и лы хилят милики под боссом. Отворачивайтесь, когда эта херня идёт. Дальше. Простя. Вместе с, сейчас скажу, с япончиком. Вы стоите. Лёха. Я уже знаю порядка двадцати его спылов. Ебать, откуда. Хорошо. Вы стоите вот здесь, грубо говоря. Если там врата появятся, туда, да, то вы стоите и перекрываете луч. Войт с Луцинем стоите тоже же здесь, только луч не перекрываете, ловите трэш и говорите мне этот. Всё, поехали, короче. У него вот такая, смотри, хрень есть. Ладно, разберёмся позже. Всё, погнали. Даю проверку. Короче, бросьте, и этот там стоите, короче, и перекрывается. Неликс может туда тоже встать. Рыбы не было? Поставлю. Нет. Нет, не было рыбы. Вот рыба стоит справа. Да, вовремя я зашёл. Тут самое веселье. Да, и у нас, кстати, стало из чего выбирать, получается. Ха-ха. Это, наоборот, хорошо. Надо, блядь, ещё целый босс даже впереди есть. Один, которого мы даже не видели, не смотрели. Ну вот. Не, я не про боссов, а про людей можно рейд формировать. У нас больше чем 25 человек, наконец-то. 26, Карелина. Ну, я смотрю, дарт пал в сети. А чё? Вот тут нет. Даю проверку. Выше исцеление. Всё, все здесь, всё готовы, поехали. Кават первый забираешь. Всё, герои, поехали сразу, Белмос. Метка бежает, метка бежает. Смех. Смех. Фиг. Забрал нас. Короче. У тебя дебаф повесился? Зачем ты забирал? Мгновенная гибель. Написано, если другое стрелы гудка ставят. Смех. Смех. А, я понял, это надо танком меняться, если дебаф вешается, Да, да. Забирай. Забирай. 15 секунд замедления каста повесил. Ходи. Оба флэйма, моб бежит. Велый. Могу пока затаунчить. Затаунчить. Звёздное пламя. Чего тут происходит? Может право подойдут? Ложебы? Про победную активацию. Плотчат. Так для справки этот дебаф диспелить можно. Магия. Ну ка по диспалите. Ооо. А ты чё такое? Чародейская буря? Да, это поднесение 8 тысяч урона. О, я забыл, кто сейчас. Она не сбивается. Вот от чём они отвернулись, да? Смотри, живём, заявились, да? Вот там, кстати, челик полетел вверх. Это как на обычном. Это за второй раз, это то же самое. Попробуйте. Диспейльте, диспейль. Протобедная активация, опять. А чё диспейлиться, вот эта вся хуйня диспейлис. Да, да, да. Во, весь диспейливается. Да, я могу диспейлить. То есть, маздиспел кидаете, и она про диспейлиса вся эта белья. На бабах висит Чирджа и Буча, его нужно сбивать, я так понимаю. Эти мазбы кастуют тоже вспышку, вот это, который дезориентирует. Они типа поглощают 300 кадомов. Кара, звёздная буря, чародейский барьер. Короче, чародейский барьер, это по идее маг может забирать у него. Либо это просто диспейлить. Короче, вся эта хуйня диспейлиться. Да, куча диспейла, надо хороший прохил, но я думаю, под цепротами это изи прохиливаться должно. Потом прист кастует хилку какую-то по ходу по боссу, как я понимаю. Это сбиваться по идее маг. Да, 20% хп отхиливается. Мобы притягиваются или нет? Нет. Ребята, я вот вышел, когда меня подкинуло в бок, упал и всё равно вдох. Ага, и слегка. А кто держал портал, вы пробовали любить адов? А, не снимается вчера крадом, да? Полина, этот, вставай, резай. По ходу чели, как-то подкидывается, должен кто-то сейвить левитацию. Ребятушки, так в итоге ослепление кастует не только боссные ады? Да, она тоже кастует. Я стою к боссу и всё равно ослепляют, я не вижу. Да, 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 ады тоже кастуют. Ады, это ничего, это портал очень быстрый. Портал может появиться со всех сторон, да? Нарисните, пожалуйста. Вот эти вот видишь, такие типа. Не знаю, как это, окошки, что ли? Да, там руки везде, где-то в окошко. Я так понимаю, может быть. Портал появляется следующим образом. Босс кастует его и, как вот у лока, летит стрела в любую точку. И это можно просмотреть. У меня каста по боссу работает, локи. Поднимите, пожалуйста, реломность. Я ещё дам. И мне кажется, я видел, что мобы тоже могут луч перекрывать, короче. Подняли всех, кроме меня, блядь. У мобар, который... Короче, ты в очереди сиди, я ори. Замыкнитесь. Тихо. И так уже понятно, без вас. Этот. Короче, смотрите. Весь рейд стоит в точке под босса. Весь рейд стоит в точке под босса. Порталы можно закрывать и оттуда, грубо говоря. Грубо говоря... Блядь, у кого это? Умирал. Сейчас. Этот. Короче, стоите все под боссом в одной точке. Только вы стоите так, чтобы, блядь, со всех сторон босс был... Ну, грубо говоря, по кругу. Вот по этому малому кругу, где босс стоит, вы все так стоите. То есть, присты, которые... ШП-шки, вы стоите так и перекрываете лучи вот по этому малому кругу. Метко вешается, выносите. Дальше. Дальше. Появляется моб. С порталов обычно он где-то вот здесь появляется, да? Где я бегаю. Здесь основная обязанность. То есть, моб не сагрится ни на хилов, ни на дамагеров, если вы будете стоять там. Даже если сагрится, танк перехватит, в принципе, да? Дальше. Следующий нюанс. Когда моб подбегает вот сюда, вот сюда. Короче, вот с каватом. Смотрите, там на боссе как. Типа, кават, набираешь агроб, первый каст прошел, войд забрал. Дальше. Второй каст прошел, ты забрал. Там как раз таки дебаф спадывает до того момента, как будет следующий каст. Угу. Чтобы вы понимали. Этот. То есть, вы должны перетаунчить босса на себе, как, блядь, на этом. Как на Морозе. Нет, как на Саурфе. Все то же самое, как на Саурфе. Вот. Если вы проебете, значит вас убьет. Типа, если ты будешь забирать через агро у лоида, то тоже убьет. Вы должны смотреть, типа, на ком агро на боссе. Вы должны, ну или как на Морозе даже. На Морозе там. Да. Ну там шут шут идет. Тут больше секунд, да. Да, тут дольше просто, да. Да, тут дольше просто, да. Дольше, тут легче. Вот. Дальше. Следующий нюанс. Когда появляется моб. Когда появляется моб. Луцинь. От портала повышен урон я в курсе. Этот. Луцинь, ты этого моба забираешь. Подводишь сюда. Вот. Примерно, да. На большой круг. И все РДД, все, все РДД свитчаетесь в этого моба. То есть полностью попытаетесь его убить. Дальше. Если вы будете все стоять по малому кругу. То естественно у нас два ДЦ. Вы даете масс диспел. То есть вы видите сразу дебаф появился. Вы сразу даете масс диспел. Но опять же. Когда идет вот эта божественная хуйня. Надо отворачиваться. Мне кажется этот моб который выходит он теряет. Ну вот. Так что давайте погнали. Даю троярку. А кстати на моба кто-нибудь пробовал? На него там овца или чуть-чуть? Не, не работает. Не работает. Я любушку пробовала. А на второго? Не по нему работает. Тоже не выстримчиво. Там уже их два было. Ну короче сейчас посмотрим. Давайте. Войт готов. Леха тут ренч надо будет держать. Я вот сижу читаю спел. Восемь тысяч каждый херачит по союзникам. В радиусе четырех метров. Что за спел? Сейчас скину. Вот он. Это вторая фаза. Уже с бездной? Это на второй фазе скорее всего. Еще есть. На первой была. Она диспелится. Это тоже наверное у нас второй. Это что? Она диспелится? Я кошин снял. На мне висело. Как звездный огонь выглядит. У совуха. Короче лагерь. Подожди. 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 Я в хиллбот внесу. Посмотрим что будет. Стоите на ренже друг от друга по малому кругу. Надеюсь все поняли. Танки не затупите с костами. Поехали. Встали сразу в позиционку. Вот сюда на малый круг где звездочка. Все встали вокруг. ШПшки тоже на этом кругу. Но только вы закрываете порталы. Все стоят здесь. Сразу масс диспел. Тогда только дебавили. Стрелы прошли одни. Второй танк забирают. Мотивация вратовом полетели. Перекрывайте. Настя уйди оттуда. ШПшка. Все забрал. Бьешь босса пока что. Настя стай на молоку. Диспел давать. Он мог бежать. Все ледистый обстрел. Забираем моба на всяк. Короче. Моб бассичный. Мазь диспел. Двое вышло. Я жреца забрал. Вот моего провидеца и жрец получается. Да? Угу. Четыре стака на мне повышают урон. Короче. Надо их сливать. Быстрее сливаем мобу. Из порталей надо. На портале надо меняться. А то жопа будет. Ну так меняйтесь. Людейская буря. Кто с порталов? Вот. Портал идет блядь. Че не закрыли? ШПшки у вас нет. Метка выноси. Метка. Можете встать блядь. Закрыть портал. Диспел. Где диспел? Нажмите масс диспел блядь по рейду. Протухли кресты. Не диспелят уже. Блядь вон еще кресты стоят живые. Масс диспел блядь. Боссы захилили за рейду. Высшее исцеление босс. Польцо света кара. Может вы лицом от рейда от верни попробуй. Так кара сбивается кстати. Косты сбиваются. Слышьте. Косты сбиваются. Че вы говорите. Биваются к спел. Вот на моем косты не сбиваются. Вот который жрец у него исцеление и кара сбивается. Да. Попробуй. Да. Попробуй. Че блядь. Просто диспеллиж. Хилиш. И плядь сбиваешь каста жидцов. Все что надо активацию этим. Врата. Моба больше не выходит. Тут фирм на 10 секунд он еще дает. Чего то. Меня надо заменить кстати на провидц. Поменяйте меня. Так а вот вот эту вот ауешку пристка стоит. Которая от босса идет. Она не сбивает. Еще и дам раун. Тупать. Пал 4 моба. Тоже лицам захилил на флуа второй жрец да. Да. Второй жрец. А еще один. Я так понял. Да он постоянно вызывает треш их надо успевать заливать. Моментально у них надо случиться всем. Типа провидца вообще он неубиваемый по ходу. Вот этот провидец. Может быть. А второй провидец появился или нет? Да. По-моему там же дохуи еще там провидец. Там 4 уже мог было. Во у меня пишет типа. Простя пишет. Вон стаки вечно висят там. Всем дд надо набирать. Так. Обратный знак это что был. А то есть там стаки висят да. То есть стаки забираются. Там продал раун. Вот. Опускается луч. Если ты его забрал. Тебе наносится каждую секунду 1000 урона. И эта хуйня стакается. Я ее стакнул 18 раз. То есть соответственно каждую секунду я получал 18000 урона. И вот 2 тика 2 секунды я умер. Надо меняться. А стаки висят отлично. Надо меняться и тогда и ДПС выше получается из этих стаков да? Если босс. Да. Один процесс будет. В Ростов ставим пускай скидывают. Нет там скидывать не надо. Скидывать нельзя. Они урон повышают. Наоборот падом. Там прикол в том что. Типа. Там урона не летит по рейду. Пиздец какого типа. Ну то есть рейд живет. Единственное что надо это сливать адов. И получать урон от лучей. Блять. Все. Попробовали через луч провести эту вторую фаву. Которая не дамажится. Ммм. Кстати да. Как я понял. Если этот луч попадает в босса. Он сам получает. Да. Вот этот прирост к урону. Ну да. А вот кстати вопрос. А вот от этого луча он получает дэмэдж босса? То есть там каждую секунду 1000 урона. Попробуйте пустить один луч в босса. Будет ли он получать урон? Ну уже попробовала я. Так. Короче. Ребят. Я вам так скажу. Мне например лучше просчитовывать дебаф чем диспейлить. Потому что очень много теряется хп у рейда. Ну смотри. Что ты здесь диспейлишь и урона не будет вообще никакого дальше. Что ты защитуешь и урон будет. Я ДЦ. У меня нет ни меткости, ни пинетры. Лёха. Ещё такой момент. Надо по два человека на сбивание каста с моба ставить. У меня не успевает ветерок отказать. Что перебил? Да тебя плохо слышно. Тебя правда слышно. Если допустим три приста дадут масс этот диспейл. Кинут туда где босс стоит. Блять. Это вообще изи. Я может сейчас будет громче меня слышно. Ещё раз говорю. У меня нет ни меткости, ни пинетры. И я масс диспейлом диспейлю 10 человек в идеале. По спалу. А на деле промахиваюсь по пятерым. Я лучше накидаю за это время 10 щитов, чем про диспейлю 5 человек. Ну значит ты не отрухера, а чеши этот. То диспейль надо было. Вообще к ПВП относится. Причём тут ПВЕ? Я просто не знаю, что из этого влияет на диспейл. Ээээ... Ничего. А почему я промахиваюсь по своим? Смотри, я вообще одел вот шмот на 300. У меня хита, но... Я захожу, у меня интернет что-то будет. Там где появляется портал, нам туда может быть перебегать всем рейдом и проще хилить и ребятам меняться. Да не надо. Вы стоите все в это под боссом. Вы стоите под боссом. Единственное, что вот этого блять... Короче, есть провидец, есть блять жрец. Жреца надо подводить под боссом. Т.е. Когда вы будете все в него свитчится, когда вы будете в него свитчится, да, то получается вы ещё будете и боссом параллельно надевать. Что-то есть. Т.е. 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 Чё-то чтоб вы броск? Да-да, щас захожу. 8 Мбайт чё-то обновок какая-то вообще. Кто щас портал держит, Леш, значит чтоб они менялись. ШП пристыть, блять, их три блядь. Ну вот договоритесь, кто первый, кто второй, кто третий. ШП пристыть. стоит портал идет в босса блять его никто не перекрывает вообще в душе чему сначала шп присты потом бадать идут следующие все остальные дамагеры типа без разницы кто хочет повышенность и урон перекрывать но не все сразу если вы видите что там человек стоит значит он стоит а сколько можно набирать стаков 4 не больше 10 можно набрать стаков по 10 набирается 10 10 процентов увеличен у вас урон а ну и будем в 10000 в секунду получать урона говорите кто первый кто второй кто третий так проще вам будет бафа давайте то во время тогда на позиционку и это и получается смотрите сейчас бьем босс просто проповый бен сейчас про тоже не точно без сопротов пока что не надо этот если будет просилился без сопротов то будем дома dd фаски принципе она просиливаться без сопротов я только не пойму почему-то половина людей сдохла рддшников которая блять посередине у меня силу бота свет почему адмирал сдох мирал отчет там нет там метка рядом с нами было и выбегал и это в этот момент повернулся на вспышку под вспышкой сдох короче вы сразу стоите так чтобы быть отвернутыми от босса я знаю я убегал даже говорю там метка подо мной было вы стоите так что вы отвернутые сразу от босса вы и спиной можете хилить я так и сильно на вас дезориентация вообще быть не должна костюха готова все кого от свой там будет все этот потом по поводу смены танки будут меняться типа на боссе на бомбах танки постоянно меня тоже четыре по ходу танка надо поехали я думаю лег надо знать когда будет герой давать скорее всего как только мог появляться сейчас провидец он безобидный он урона не наносит и не слышно мотивация врата он смотри смеет у тебя нет дедоха там дебаг вешать там дебаг надо смотреть чё-то мобов появились да провидец я забираю провидца на себя наберя ой япончика чё сдал а меня как на хилить из далека начинает хилить он меня подбросил как в обычке только я полагаю зерна 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 хил адмирал для дисплей не работают ну где дисплей ну серьезно присты дайте нам дисплей ой сам стоит урон получают и продиспейлить не может демонист я говорю у меня не работают мне не отвечает кнопку почему тут ну блять в себя сколько пристов рейд ну куда ты идешь кто то будет неллиц сейчас ей пиздюлей получишь долг лоид результация неллиц мяку прохит энджи дисплей луцин дисплей молдазара полину короче это меня надо менять направиться ой забрал иди менять дерево дерево с меня заберите кто там здесь будет забирайте долг долг они получают урон от поди я говорил надо было забирать поднимите тихо тихо м подряд дайте бояр шторы дай бояр по калату заебали говорю поднимите калат я уже здесь там на себя он нам ой люди дохнут дисплей обстрел у меня 18 а так понятно там когда подкидывается там урон проходит ежесекундный сука лазерное шоу нахуй там что-то на костах надо делать потому что жрец типа отхилился один раз они сбиваются все косты надо по два человека ставить на сбитие костов на одном в принципе времени хватает мы вот типа сейчас били мы успели слить одного до выхода второго поэтому он отхилился пошли на фулл с пол хп давай масляш что провидцев не надо бить или что короче те на кого сделал опять провидц полина надо перо вешать да на тех кто падает нет нет смотри те на кого вешается вот эта метка на подбрасывание на них надо ходки накидывать потому что вот я подлетал и меня вот этот трэш вот идет гнев звездочета по 3000 урона в секунду наносится и звездное пламя это отправиться провидец ауешет и там и маги ловить или присты левитации иначе они сдохнут там может выходит он с самого далека начинает хилить один раз боссы хильнул пока добежал если вас подкидывает и вы разбиваетесь да лёх там не разбивание даже там идет вот этот провидец с которым ничего сделать нельзя он ауешет вот у меня было звездное пламя гнев звездочета звездное пламя чередейская буря звездное пламя меня просто убило пока я летел и вниз падал а меня убило сейчас линкану у меня информация о смерти урон от падения 27000 вот я от этого сдох но нужно чтобы присты или магия кидали левитацию под конец ловили людей иначе они просто сдохли тут скорее магии потому что присты в этот момент диспелят и меняют порталы все на пристовке и это не разбило и надо при этом почему тогда человек который взятал в начале он не разбился там дотки идут дотки и вот эта ауешка от провидца на него надо просто накинуть щит прямо перед тем как его подкинет и пару ходок накинут тогда там точно ну как бы нормально ребята я такую фигню заметил если ты жрецу сбиваешь кару то он начинает кастовать хилку типа я сбил кару он сразу прокастовал хилку после этого моментально но последующие кары короче я не сбивал и не было прокастована им ни одной хилки но при этом кара лупит по 17 кусков каждая следующая кара усилие дамаж да у меня тоже она прошла как раз таки прошла она у меня 17 400 мало 100 кара там еще блять провидец хуярит свои это чародейским обстрелом есть и звездным пламенем еще и бурю каст я просто не понимаю почему не было им прокастовано ни одной хилки если я кару не сбивал вообще ни одной может если вы сбиваете определенный каст то следующих кастов просто не будет вот просто первую кару типа я такой сбил и сразу идет хилка ее типа не сбили после меня потому что когда был пинок вот он отхилился потом я типа думаю ладно буду ждать короче хилки жду 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 тогда кару сбил хоп хилка сбил хилку вот и идет кара 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 я не сбиваю не сбиваю не сбиваю и так он умер я одно понимаю что блять мобов что правиться что этого надо сливать у них у них по сколько семь с половиной до до семь с половиной милище на 300 к смысле на 300 к щит ну на м щит я ошибаюсь нет не ошибаюсь висит щит поглощение идет по мобову и пока не собьешь щит ты не можешь сбивать косты а то есть там еще щит как на этом барьер он на себе его накидывает на некоторое время и начинает бурю кастовать в этот момент с ним ничего сделать правиться у костов не надо сбивать правиться нету костов которые отхиливают босса только у жреца есть косты которые боссы отхиливают то есть приоритет приоритет должен быть все равно жрец а не провидец провидец как бы под провидцем ну провидцем можно бесконечно танчить если на нем будут просто меняться танки но его все равно я понимаю что надо заливать тут просто под щитом нужно нанести 300 тысяч урона тогда с него этот щит не упадет и можно будет сбивать косты можно будет так давай нахуй попробуем просто мобов бить появился моб ебанули моба зергнули и все дальше появился моб и его весь рейд зергает все может нормально будет может герна моба дать да 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 герна моба по любому а сколько у него бирса 10 минут 10 минут так может надо нам просто поделиться что не те классы которые только по таргету и могут играть они будут босса например бить а те кто могут сбивать 10 минут за 10 минут 180 лямов тут что-то не то типа смотри 180 лямов плюс жильцы и блять правильцы и учитывая сколько это надо урона нанести значит значит луч должен бить по посту наверно грецов нужно заливать как на королях когда они активируют свой щит просто снять его и прерывать касты оставить человека там а когда лучи приходят после выходит по времени все будет больше и больше и больше каждую минуту приходят два моба мне кажется это вы каждую минуту будут приходить два моба за минуту нам надо снять семь 15 лямов вопрос только в вопрос другом блять надо попробовать убить одного жреца или правильцы кто у нас бурфи двореца мы убивали двореца мы убили да у босса хп от этого снялась или нет не видел нет нет вроде может этот луч должен босс убивать и убивает что у вас было луч надо ловить ну и долго нельзя его ловить но так меняться нужно просто поставить очередность кто будет заменять лучше должно ведь все дэшники а через сколько спадают стаки не через сколько никогда они бесконечные вот значит сначала меняются все рн дэшники потом подбегают туда по одному милишники чем больше стаков тем труднее будет хилом хили потому что как так вы ловите сначала по чуть-чуть вот по чуть-чуть меняйтесь постепенно ничего на больше не делает может попробуем на мова какого-нибудь поставить может что-то изменится мне тоже кажется что жрец стоял и если не ошибаюсь на пути луча или этого а перекрывает лучше я видел зачем сразу по 10 стаков брать берите там я не знаю по три и начинайте меняться ближе к делу уже у всех будут такие будет всех почти короче попробуем сейчас так типа босса можете не бить босса можете не бить бьет сеть боба типа сбивается косты мобом не бьете мобов дальше этот я попробую правиться подвести под луч посмотрим направиться что-то появится или нет или допустим жреца лучше тоже попробуешь подвести под луч но чтобы на нем лучше был именно посмотрим появится что-то или нет все еще живут и просто бьют треша по босса можете не трогать и не интересно посмотрите обязательно когда мы убиваем правиться или жреца допустим снимается легко по боссу и если снимают то в каком объеме слушаем у меня тут появилась одна идейка вот смотри да вот этот луч он настакивает от эту силу бездны да если почитать в описании приведет к чему-то очень очень плохому а что если надо вообще чисто стакать босса до момента пока он в демона не превратится но что-то последствии то есть типа все дальше николая там опять стаком и потом мы делали только босса лучше так аспорт пройдет в любом случае всего не перекрывать эти лучи может по очереди открываются поехали поехали